Уважаемые коллеги, всем добрый день, доброе утро, добрый вечер. Рад всех приветствовать. Сегодня проводим традиционное развитие управления. Тема злободневная, как никогда актуальная, на мой взгляд, развитие сотрудников. Данную тему я, по-моему, регулярно раз в год читаю, рассказываю, и, знаете, сам все время ее по-новому воспринимаю, если откровенно. То есть каждый раз готовлюсь и каждый раз что-то новое узнаю, познаю. Сегодня достаточно много литературы поизучал, прежде чем сегодня вам рассказать вот этот вопрос. Понятно, что основываться будет и где-то на моем опыте управленческом, все-таки уже почти 22 года. Но в основе, мне кажется, любого развития лежит такое слово, как раскрытие потенциала. Давайте я уже, наверное, начну. Можно всегда по-разному подходить к развитию. То есть можно подходить, скажем так, с позиции то, что нужно компании. Это такое, я считаю, технократическое начало. С позиции того, что нужно самому сотруднику. Это, мне кажется, такое психологическое начало, условно говоря. С позиции того, что нужно в целом клиенту. Это уже, мне кажется, бизнес начало такое. Естественно, что это такая разная терминология. Но истины, как обычно, единые не существуют. Ее и не может быть, наверное, в нашем мире сегодняшнем таком разном. То есть суть такая, что сотрудник вначале всегда приходит, скорее всего, заработать денег. Коллеги, ну давайте правьте в глаза смотреть. Не бывает, мне кажется, других историй. Вначале это мы видим на интуировании. Когда мы делаем глубинное интуирование. Знаете, первое время, вот сейчас вот сам часто собеседую. И очень часто говорят на тему, какой у меня будет доход. Никто не говорит, а что вы мне дадите. А какой я буду с вами вместе в команде профессионал. Какие у меня вырастут компетенции. Какой опыт я наберусь. Какие интересные задачи я смогу решать. А сколько я с этими компетенциями буду стоить через какое время. А вообще компания в тренде, она вообще дает что-то новое. То есть, а вообще мне интересно работать. Или я психологически себя убью, тут умотаюсь за 2-3 года, допустим. Да, я потом выжженным лимоном уйду от вас. Мне кажется, сотрудник, который так задает вопрос, это изначально сотрудник другого уровня. Но это бывает редко, сразу скажу. То есть, на моей памяти, почему-то решение о принятии на работу сотрудникам. Наверное, устраивание на работу правильно будет. Принимается на основании просто дохода. Я считаю, процесс более сложный. Вот это одна грань реальности. Другая грань реальности, она тоже имеет право на существование. Как можно достигать результат в современном бизнес-мире, так его назовем. Достигать можно по-всякому. Можно либо большой инвестиционной составляющей и мощным каким-то продуктами или идеей. И потом это все можно масштабировать. Можно результат достигать, добиваясь вершины мастерства бизнес-процессов. То есть, идея может, ну, скажем, быть средней, так ее назовем. Но качество ее реализации может быть сумасшедшим классным. И стабильным, грубо говоря, и даже гениальным. И это тоже даст обязательно деньги. Можно, третий способ, мне кажется. Это идея может быть даже и, грубо говоря, плохой. Но вариативность ее осуществления, таргетированная в каждом конкретном, она настолько конструктором может быть, что каждый город или каждый сотрудник, условно говоря, может ее так по-своему интерпретировать, что это тоже будет создавать огромную ценность. Существуют и различные другие варианты, грубо говоря, в той или иной мере. Но, я уверен, все, кто сейчас уже так примерно поняли, о чем я дальше буду говорить, вот в этой части. То есть, вторая парадигма в том, что развитие сотрудников, это напрямую зависит от того, насколько эффективными мы хотим быть. То есть, если у вас, грубо говоря, не монополия, а такой полноценный бизнес и сверхконкурентен, долгосрочно вы будете зарабатывать столько, насколько хорошо вы развиваете своих сотрудников. Вот так. Конечно, кто-то сейчас мне возразит и скажет, а если мы набрали изначально слабых сотрудников? Сразу же скажу, соглашусь с вами. Это все действует при условии, что у нас существует хорошая система отбора. Тут надо надеть очки. Человек в очках кажется два раза умнее, все это знают. И поэтому я думаю, что это глубинное понимание этих моментов, множителей, качество управления, что такое? Качество управления конкретных управленцев. То есть, это они определяют, как это будет, это никто иной определяет. И теперь вот следующая дилемма, это я два аспекта рассказал, одна управленческая дилемма сейчас начнется на уровне обсуждения. Первая дилемма достаточно большая, что мне лучше, сильных набирать или эффективно обучать? На данный вопрос давно ответила Netflix, Google, мировые все компании, Tesla. Ответ всегда один. Брать лучших и их максимально развивать. Все, другого ответа не существует. А еще третья дилемма все знают. А лучше их брать дорого или искать их по крупицам, грубо говоря, собирать? Ну, Netflix говорит на этот вопрос, брать дорого, платить выше рынка. Google говорит, нет, отбирать лучших за разумные деньги, плюс-минус, грубо говоря. Там российский менеджмент, некоторые компании, не будем называть, вообще говорит, брать на оклады. Нечего там придумывать, ничего. Лучшие сами к нам придут. Потому что у нас система такая. Вот, смотрите, дальше мы идем. У нас с вами, я думаю, сегодня лекция будет публичной, не только про риелторский бизнес, а в целом про российский менеджмент. И менеджмент, скажем так, бывшего СНГ, так назовем. Потому что я считаю, что у нас он где-то похож структурно. У нас много общего. Все-таки 70 лет коммунизма. Трансформационный период очень такой сложный. У него во всех странах был. Потому что я сейчас, вы знаете, поездил в Среднюю Азию, посмотрел. Посмотрел там ближе, что в Европе, как у нас. Все-таки везде очень сложные 90-е годы. Очень сложная трансформация управленческой мысли прошла, управленческих систем. И, к сожалению, где-то только-только вот это, вы знаете, расцветает важность развития каждого сотрудника, реализации потенциала сотрудника. Важность умения выбрать правильную звезду. Важность иметь четкую стратегию, доктрину даже, подберу слово в этом вопросе любой компании. А что мы делаем? То есть мы все-таки про что? Про результат в моменте или про долгосрочное развитие и результат там в отдаленном горизонте. Но стабильный и системный. И такой, который, коллеги, вот искренне могу сказать, точно в этом убежден. Ни один спринтер никогда не выиграет марафон у крутых стайеров и марафонцев. Понимаете, это другая система. Бизнес – это забег на очень длинные дистанции. Все спринтеры будут умирать на 20-м километре. Нет, не на 20-м, на 10-м. На 10-м они будут сходить с дистанцией. Мы не такие, естественно. У нас мы с вами понимаем всю сложность, во что мы ввязались. Ни у кого, я думаю, иллюзий нет. Что это полноценный марафон, где есть все проблемы, знаете, такого, ну прям желание иногда все бросить. Да, вот марафонцев интервью у них когда берут, они говорят, там, проблема из 38-го или какого-то километра, или 33-го. Что хочется все бросить. Думаешь, зачем мне все это надо? Потому что, слушайте, длинные циклы, большая неопределенность. Порой кажется, что уже ничего не получится. То есть разочарование в людях, недостаток финансов, безденежье, то есть невера в успех. Это все про бизнес. То есть это у всех все это переживают. Но вместе с этим всегда бывает и радость результата, удивление, как меняются люди, развиваются. Искренняя радость за людей, которые реализовали себя. Счастливые клиенты, которым ты решил проблему. Выигрыш конкурентной борьбы с равными, сильными соперниками, законными такими бизнес-методами. То есть это все, знаете, дает такой драйв, что вот эти все неудачи со временем становятся, ну, какими-то там, не такими важными, как вот эти потенциальные успехи. Поэтому, это еще вступительная часть всего. Очень важно вот для себя четко доктрину решить по трем компонентам. Кого берем, как развиваем, сколько платим. Вот решите для себя эту доктрину. Я всем советую раз и навсегда ее четко определить и всем об этом сказать. Это очень важно. Потому что, если вы, допустим, доктрину у вас будет, берем средних, развиваем так себе и платим средних, и результаты будут средние. И ничего вы не добьетесь. Почему? Потому что есть три ключевых фактора. Я сейчас хотел на них подробнее остановиться. Просто вы их пока запомните, как аксиома предпринимательства. Первое. Сильные хотят работать сильными. Просто факт. Второе. Один сильный всегда сделает больше, чем три средних и десять слабых. Всегда. А зарплата его будет, ну, меньше. И третья аксиома. Сильный всегда хочет развития. Не зная ни одного сильного управленца, который бы не мечтал о развитии. Если вам, понимаете, вопрос амбиции. Все мы понимаем, любого плюса есть всегда минус. То есть неизбежно. Амбициозный человек, допустим, будет не так внимателен к риску. Да, у него весь риск гипертрофирован. В отрицательном смысле ему море по коленам, грубо говоря. Это минус. Но он будет стремиться, да, это надо уметь балансировать. Дальше. Наоборот, осторожный человек, он не будет совершать ошибок, но он и не будет делать каких-то супер там быстрых движений. Все. Допустим, человек эмпатический, который постоянно, знаете, такой, весь в огне, у него какая будет другая сторона миндали? Он иногда будет быстро выгорать, и у него будут периоды такой, знаете, апатии. Это тоже правда. И наоборот, интроверт, который стабилен, он где-то может быть не так эмпатичен, но, слушайте, он в какой-то момент времени будет зато надежный, неудачи его не будут ломать, он будет двигаться, двигаться дальше вперед. Вот, и, допустим, другой пример разберем, там, положительный качеств. Допустим, если, ну, к примеру, человеку говорят, вот повезло, человек богатый. Вы знаете, к примеру, ну, это и минусы есть. То есть он теряет вот это иногда чувство такого, знаете, такого, ну, азарта, да, вот этого достижения денег. То есть он чуть-чуть там где-то тоже у него какие-то начинаются не те уже проекции работать, там, в плане, он это может сам еще не понимать, но у него бизнес-азарт всегда будет уменьшаться в плане денег. Он может заменять чем-то другим, не всегда просто заменяет. Вот, в общем, вот это вот важно определить и понять. Допустим, мы с вами осознали все вот эти вектора, стороны процесса, приняли доктрины. И вот дальше я все буду рассказывать. Мы исходим из того, что у нас как минимум хотя бы лучшие люди работают, нанимают. Коллеги, я сейчас не буду никому рассказывать, но все мы понимаем, я об этом часто говорю, критично важна система нами. То есть маленький секрет открою. Если вы себя окружите слабыми людьми, через, мое мнение, 6 месяцев компанию не спасти. Вы ничего не сделаете для того, чтобы ее спасти. Это знаете, как, грубо говоря, не срастется вовеке сломанная ветка. То есть мы нарушим вот эти внутренние закономерности, взаимосвязи, они потом не срастутся, как бы вы сильно уже не делали. Все. Давайте, итак, про развитие сотрудников. Вот это вступление. В каком контексте я все это рассказываю. Теперь переходим к более узкой фазе развития сотрудников. Значит, первый вопрос, который очень важный, на мой взгляд. Фазе развития – это так называемая цель. Всегда все должно иметь цель. Это факт просто в медицинстве, я считаю. То есть то, что не имеет цели, никогда не будет иметь эффективности. Это важно. Да, кто-то скажет, что, ну, а в природе ведь нет цели. То есть природа, она, помните, вот я говорю, Рей Далева писал про это, про то, что в природе нет цифр, но все работает. Все, грубо говоря, достигает результата. И все органично при этом. Это сложно с этим поспорить. Но природа устроена уникально до этой степени эволюции. Что-то там, представляете, наш мозг, да, там, книг про это есть. Это же гениально. До сих пор там близко мы к этому не подошли. Там близко не расшифрованы секреты, тайны рождения, смерти. То есть природа, она настолько сильнее, что пока ее бы я брал просто как какой-то, знаете, аналог, к которому, ну, по принципу, по доме надо в каких-то частях стремиться. Потому что, знаете, вот, допустим, все мы, когда учимся, к примеру, водить с вами, да, водить учимся, мы сначала изучаем правила, да, потом едем там, все смотрим, там, смотрим, смотрим, наш мозг, он не готов. Вот. И только потом мы можем, не делая эту работу, спокойно ездить. Вот, понимаете, с природой так же. То есть мы где-то пока должны создавать какие-то свои цифры внутренне реальность, чтобы приближаться к этому высокому идеалу. В общем, цель нужна. Поэтому цель нужна. Нужно ее проговаривать, смотреть и определять. Какая конечная цель является развитие? Вот это очень важно. Вот вы не поверите, многие этого не делают. Я считаю, конечной целью развития является повышение эффективности субъекта и объекта, ну, в данном случае, либо управляемого, либо управляемого, да. Вот. Это очень важно. Почему? Потому что иногда, когда пытаются развивать бессильно, я другой пример приведу, коллеги. Давайте, сейчас это очень важно, я хотел это проговорить. Значит, смотрите, вот, допустим, взять уровень цифровизации. Я не знаю, в Сибирный банк геодоклад, в 2017 году, если не ошибаюсь, ой, да, в 2017 году, Россия одна из лидеров по темпу цифровизации всего и вся. Вот. Но сказывается ли это положительно на производительности труда? То есть, я думаю, многие, кто были там в Америке и там в Европе, удивляются, у них меньше в обычной жизни автоматизации. Но это правда, коллеги, мы сейчас далеко вперед ушли. Но производительность труда, это не сильно помогает. Вот. Интересно, почему? Потому что цифровизация есть на уровне пользователей, да, хорошая, но она, ее нет на уровне бизнесов. Такой же мощной цифровизации. Вот. Дальше идем. Кто один из лидеров в мире по обучению? Кто больше всех людей, где людей больше всех с высшим и средним образованием? Россия одна из лидеров. По производительности находимся ли мы на самом высоком месте? Нет, не находимся. Но если брать доп. образование, мы отстаем. То есть, мы уже, мягко говоря, не лидеры. То есть, а лидируют страны, которые лидируют производительность труда. То есть, у них все образование нацелено именно на функцию результата. То есть, вот, допустим, условно говоря, давайте я пример приведу. Если, условно, производитель чипов в Таиланде, вот, кто там, допустим, инженер занимается, вот ему прям, я прям сам это видел, ему не кто собирает, там, понимаем, другая компетенция, да, нужна скорость там или там по заданным, а вот именно кто все это разрабатывает, понимает, снижает. Все знают, что производительность там полупроводников в два раза каждый, по-моему, два года увеличивается мощность и так далее. Ну, то есть, там реально очень мощнейшие идет именно наукоемкие процессы. Все вот инженеры, которые это делают, вы знаете, у них вот выстроенное обучение, они все там, у них там, извините, высшая математика, изучение материалов, они постоянно, им 25, 30, 50 лет, он постоянно развивается, он ездит по всему миру, он смотрит, он там только работает там 40% времени, 60% времени, он черпает эту информацию. Вот, он решает кросс-функциональные задачи. То есть, это совершенно другая система. Давайте нас возьмем. Настолько ли у нас сотрудники, столько ли время они уделяют развитию. То есть, там, ну, может быть, там, давайте, я цифры так не нашел, серьезно, нет таких цифр, сколько в среднем в России, там, в средних компаниях сотрудник обучается. Почему-то, ну, может, плохо искал, по-моему, возможно, они есть. Вот. И цифры маленькие. То есть, маленькие, объективно, цифры, да. То есть, у нас есть компании, которые, допустим, большие, которые объявляют пятницу днем развития обучения. То есть, есть такой пример в российском менеджменте. Они говорят, ребята, в пятницу на работу нельзя. Читайте книги, сидите дома, ездите там по другим городам, изучайте. Вот. Черпайте, ну, потому что, ну, откуда вы все это сделаете? Вот. Переходим дальше. Это достаточно, ну, вот, такой первая ступитная часть для понимания, почему это сложно, да. Дальше. Насколько ментальность наша в целом способствует развитию? Коллеги, ну, тут все знают. Есть поговорки. Русский Иван, который напечисит. Правильно? Грубо говоря, фольклор, что называется наш. Там же много про это, про лень, про вот это вот все, что там не хотят развиваться. Еще там много различных примеров есть на эту тему. Вот. То есть, где-то у нас, где-то вот заложено вот это, знаете, и это даже считается круто, я вам даже так скажу. Сейчас это меняется, но, наверное, в целом, скорее всего, я не скажу, что у нас культ производительности и трудоспособности на уровне фольклора там существует активный. Скорее даже там, ну, где-то наоборот, да, то есть там, где-то наоборот, там даже взять там вот про три брата, да, всегда там кто успеха достиг, кто меньше работал там, изначально где-то там, ну, не так делал, да, там плохо учился, и потом раз, там что-то происходит, и он, бас, там, жарки целуют. Вот. Ладно, не будем про это, это такая, я сегодня не планирую про это поговорить, просто это вот, знаете, очень важно культурные коды понимать всегда перед тем, как мы что-то там развиваем и делать в целом. Вот. Ну, давайте теперь переходить к какой-то реальности. Ну, значит, первое, практики, да, что называется. Вот. Значит, первый момент. Любой абсолютно сотрудник на самом деле втайне мечтает о развитии. Но это находится не в сознании, а в подсознании. Коллеги, вот тут я прям готов прям подискутировать и хочу это доказать. Значит, наше подсознание все-таки за развитие. За. Мозг нас, конечно, останавливает, да. Знаете, косвенно о развитии что свидетельствует? Ну, во-первых, сны, что подсознание за развитие, да, то есть постоянно нам снятся сны, где мы другие, делаем что-то другое, согласитесь, там, всякие необычные вещи. Вот. Оказывается, там, человек минимум 3-5 снов видит за ночь. Но не все их помнят каждый день гарантированно. Вот. Но не все понимают, что. То есть, понимаете, наше подсознание, оно другое, оно хочет нового, там, постоянно где-то ночью летает, что-то делает, да. То есть это где-то в глубине каждого человека делать что-то новое, по-другому, что-то необычное, да, познавать какие-то новые вершины. Но считается, что сознание управляет всего лишь одним процентом подсознания. Можете себе представить? То есть одним процентом. В общем, дальше переходим. Просто поверьте мне на слово, что это, ну, базовое какое-то желание человека развиваться. Понимаете? Мы все повторяем природу, природа эволюционирует, природа развивается. Согласны? То есть там, вон-то генез есть краткое повторение филогенеза, да, с точки зрения биологии. То есть мы все очень быстро проходим какие-то циклы и к чему-то стремимся. К сожалению, бизнес-среда, она не имеет вот этого природного там ДНК, где-то развития вот этого хорошего. И все наше ДНК, это есть то, что мы, управленцы, в систему, грубо говоря, вживляем, условно выражаясь, да, то есть вот как мы хорошо вживляем это в систему, так где-то это у нас и происходит. Кто это ДНК, вот, который отвечает? Да только первое лицо. Вы. Вот вы. Кто вот меня сейчас слушает, да, управленцы, это вы определяете вот эту всю культуру. Значит, это первый момент, очень важно. То есть по умолчанию все стремится к развитию, это важно. Дальше, возвращаясь к этому, всегда важно, чем ты больше глобальные тренды ловишь в системе управления, плывешь паруса, раскрываешь, они разные могут быть. То есть можно использовать энергию развития, да, там энергию денег, энергию созидания, энергию любви, то есть энергию конкуренции, энергию, даже энергия, может быть, сервисы, это, ну, как бы сервисы, я скажу так, эмпатии, так ее назовем, да, это все виды энергии и управление в той или иной мере в осуществлении своей работы, вот он чем про ней паруса расставляет, да, потом ему, возможно, даже двигатели не нужны, и он будет вот так лететь, да, по этой реке сам и с минимальными ресурсами. А мы с вами знаем такие компании, которые успешно вот это осуществляют, но это очень большая глубинная работа и понимание. И вот, допустим, знаете, тоже доказано, мозг умного человека, недавно дискутировали, потребляет меньше энергии. Почему? Потому что там все правильно организовано, он четче мыслит, у него больше нейросинаптических связей, да, он там во внутреннем цикле находит ответы на все вопросы и быстрее принимает решения, там вторые, третьи круги, сомнений у него не появляются, которые потребляют очень много энергии, то есть на самом деле сомнения чем опасны, что они энергозатратны всегда, то есть мы не можем быстро принимать решения, потом, ну, грубо говоря, я с чем бы это сравнил, там, наверное, заезды на пидстоп на соревнованиях, да, то есть если ты быстро, что-то, тебе пидстопы не нужны, ты всегда будешь побеждать. Вот, ладно, в общем, это вот второй такой аспект, да, который важно всегда осознавать, понимать. Это про тренды, что мы их понимаем. Вот третье, давайте в практику теперь переходим совсем уже в такую, не в земную, да, в земные процессы. Значит, смотрите, первое, существует, на мой взгляд, пять, ну, кто-то больше выделяет хороших инструментов развития людей. Я их сейчас перечислю, их вообще штук 20, я вот сам, когда книги писал, по-моему, там 20 написал. Но я сейчас сегодня готовился, я упростил все это до пяти инструментов развития, да. Значит, первый инструмент развития, я не в порядке, я просто перечислять буду, ладно? То есть, первый инструмент развития всегда, во все времена, был это решение интересных задач. Глядя, всегда, запомните, кто бы вам не рассказывал сказки про чтение книг, литературы, бизнес-тренинги, только практика способна реально развивать человека. Поэтому, если вы, как управленец, у вас нет хорошего цикла понимания, кто на каком уровне находится, я об этом дальше поговорю, и вы, соответственно, не ставите ему интересные задачи, вы зло для этого человека, да. Руководитель, конформист, который всегда ставит только ту задачу, которую человек гарантированно выполнит, и такую слабенькую, это зло, это горе управлений, я вам ответственно заявляю. Коллеги, сильный руководитель всегда задачу поставит чуть с натягом, грубо говоря, он всегда будет допускать, что сотрудники на ее может не сделать, и более того, он будет понимать, что если он из 10 задач сотрудник все 10 сделал, значит, это что-то не то, грубо говоря, да. То есть, из 10 задач сотрудник должен делать 8-9 задач, а одну он должен не сделать, это его разовьет к отличность, сделает сильнее, да. Я могу про себя расскажу, я всегда ставлю амбициозные задачи сотрудникам, да. Они из-за этого иногда, прямо скажу, иногда нервничают, переживают, да. Вот, значит, думаю, что все плохо, но они развиваются, и они это ценят. И вот все знают, что, ну, люди, как правило, по крайней мере, я скажу за себя, со мной долго работают. Очень долго, навсегда. Вот, дальше. Я чуть-чуть про каждый аспект порассказываю, да. Значит, это сложно. Почему? Потому что для того, чтобы сотруднику поставить вот эту сложную задачу, нужно кучу энергии самому понять. Одно дело, вы уже сверхбывалый управленец, и вы быстро это чувствуете, да. А попробуйте почувствовать. Я вот серьезно говорю, вот, знаете, для меня это сложный вопрос до сих пор. То есть, я, допустим, вот, давайте пример, там, без имен назову. Вчера буквально была задача. Я сижу, напротив меня сидит человек. Я сам, честно скажу, 10 минут сидел в голове, там, размышлял. Ему все-таки поставить задачу вот с этой целью или вот с этой. Я ему 10 минут вот так вот его по-всякому щупал, знаете, там, это изучал, изучал. Потом думаю, нет, не готов еще, точно сейчас сломаю. Хотя бы вот эту поставлю. Но себе галку поставил. В следующий раз я ему сильнее задачу поставлю. Я как бы сейчас просто испугался, что его совсем сломаюсь, вот эту задачу поставлю, да. И думаю, нет, ладно, чуть откачу, сюда сделаю. Это нормально. Значит, это и есть развитие. Да, я сразу скажу, я управленцей, всегда проверяю эту компетенцию. Я, когда определяю качество управленца, я все знаю, когда захожу с аудитами, у меня всегда первый вопрос, я говорю. Расскажи мне пять задач, последних которых ты ставил своим подопечным, так называемым. То есть, дальше. Я спрашиваю цель каждой задачи. Мне обязательно, я хочу услышать. Ну, сейчас, понятно, публично об этом говорю, уже все это будут говорить. Я всегда хочу услышать, что одна из целей этих задач – развитие сотрудников. Да, и как это все удастся, потому что сильный управленец, он все-таки про развитие других. Он как бы себя отдает, он где-то способен даже иногда пойти на жертву в моменте риска недостижения результата, но люди будут развиваться и долгосрочно выиграть. В общем, второй важнейший элемент развития, коллеги, это ответственность. Это самое такое… Ответственность же она какая? Невидимая. Ее уже не видно, да? То есть, сейчас я вам скажу, составьте карту ответственности вашей компании, вашем городе. Кто за что отвечает вообще? И ментально, материально я вообще молчу, это вчерашний день какая-то материальная ответственность, да? Я имею в виду ментальную ответственность, то есть ментальная. Вот, допустим, условно говоря, завтра, не дай бог, вы в минуса начнете работать, да? А кому от этого? А кто это вот на личном уровне, вот тут в сердце у кого заболит? У вас, понятно, заболит, а у кого еще, да? А может быть, человек такой сильный, у него не заболит, но он так будет стержнем стоять, да, что называется, до последнего, чтобы этого не произошло. Ему будет не все равно. Так вот, умение привить сотруднику ответственность – это мощнейший инструмент развития. Слушайте, только тогда, когда ты за что-то отвечаешь, ты способен развиваться, и ты весь цикл проживаешь полноценно. Вот говорят, за одного битого двух не битых дают, да? Вот, почему? Это правильная поговорка, потому что когда человек прожил полный цикл, он сильнее, у него мультипликатор 10, а мы что иногда делаем? Сотруднику передаем задачу, но кроме мотивации. Коллеги, знаете, я ничего никогда не имею против мотивации. Все знают, я люблю мотивационный менеджмент, я считаю, нужно всегда в партнерстве работать, сотрудник должен получать, если выполняет. Но не забываем про ответственность, то есть мотивация – это что такое? Это мне дали деньги за то, что я, может быть, и не хочу, но я хочу деньги, да? А ответственность – это что? Я реально хочу сделать то, что мне сказали, даже если мне за это не заплатят, потому что для меня это важно. Вот, сильный управленец управляет ответственностью, вот, управленец высокого уровня, и он тем самым сильно развивает людей. И, поверьте, когда человек же что-то сделал за деньги, ну, это чуть не то. Грубо, конечно, но правда. Вот, когда я это сделал искренне от себя, так вот, умейте управлять, вот, чтобы люди чувствовали вот это, да, вот это тоже развитие человека, понимаете? Дальше, инструменты, давайте, передача ответственности сразу же с вами проговорим, это важно, я считаю. Значит, там несколько достаточно простых инструментов. Самый простой, конечно, инструмент – это первое – понимание важности данной задачи. Коллеги, я всегда всем говорю, проводите встречу какую-то, да, то есть рассказали, зачем надо, почему это нужно. Можете на это 40 минут потратить. Я недавно 40 минут объяснял одному там сотруднику, минус 4 от меня, зачем это нужно. 40 минут объяснял, вы знаете, он понял. Он через 40 минут ко мне говорит, слушайте, Дарь Борисович, вот у меня искренне за 40 минут мир поменялся, я реально хочу сделать эту задачу. Ну, мы с ним так, не в плохих личных отношениях, грубо говоря, он говорит, что 40 минут назад я считал, что что вы от меня тут хотите, ерунду какую-то, хотел саботировать задачу. Сейчас, понимаете, ну вот это стоило, я считаю, 40 минут своего времени. Знаете, сотрудник сам того не понял, он развился на три ступени за эти 40 минут, потому что он понял эту задачу, он, по сути, перешел, честно говоря, на мой уровень, вот, который понимал ее важность, просто надо было весь этот цикл прожить. Вот, то есть, первое, это личный диалог, мы всегда не дорабатываем, я всегда говорю, смысл имеет огромное значение. Без смысла все может превратиться в пустоту, в ноль, да, то есть, когда есть смысл, у тебя другие коэффициенты сразу же. Вот, первое, значит, второй всегда инструмент реальной передачи ответственности, я считаю, это участие сотрудника, ну, это уже достаточно банально, но, тем не менее, в разработке и анализе этой задачи, да, то есть, зачем она нужна, он должен свое туда привести, должно быть его, понимаете, частичкой его должна быть этой задачей, поэтому мало объяснить смысл, нужно его туда привлечь, чтобы он проговорил, вот, ну, я про себя, наверное, только имею право рассказывать публично, да, скорее всего, поэтому тут, наверное, много про себя буду рассказывать, то есть, для меня это очень важно. Я вот, когда какую-то задачу сделаю, я пока для себя четко не решил, что вот эта задача, результат продукта и моя, и его, и мы сейчас обсудили, все решили, и вот эта задача, которую он принимает, как этот продукт, ее готов сделать, да, подписаться, вот тогда только будет ответственность. Если вы скажете, слушай, там, ну, как, знаете, иногда менеджеры говорят, так, с тебя три просмотра завтра, или там подать пять объявлений, нет, так сильный управленец не ставит задачи, он весь цикл рассказывает, зачем это надо, как он это видит, понимает, не понимает, да, критик, то есть, это вот и есть то, что, ну, критично важно, грубо говоря. Вот, и третий такой действенный, считай, хороший инструмент передачи ответственности, это все-таки, я условно это назову, отчетность, да, и обратная связь, то есть, сотрудник должен понимать, что будет наряду с выполнением задачи, то есть, это, конечно, уже из области технократии управленческой, так это назовем, ну, технологичности, но совершенно объективно, если вы просто говорите задачу, но не говорите, как вы ее будете принимать, вы в ответственности проигрываете, да, то есть, это очень такой серьезный момент, вот, в общем, давайте так, время мало, да, что-то быстро время идет, значит, второе, вы запомнили, это ответственность, метод, скажем так, да, вот, наряду с развитием, значит, третий, очень действенный метод для развития любого человека, это обучение других людей, значит, посмотрите внимательно, как часто ваши сотрудники обучают и развивают других, вот, серьезно, вот, смотрите, недавно, давайте расскажу, с другим бизнесом, ни с этажами, ни с нашими, мне приходит один, он говорит, у меня такое крутое управление стало, такое звезда, я говорю, класс, давай посмотрим, что он делает, я говорю, слушай, а как он других развивает, почему ты считаешь, что он крутой, он говорит, ну как, как развивает, не знаю, я, говорит, я, говорит, никогда не задумывался об этом, как он других развивает, я говорю, а что у него люди там вокруг него, просто получают большие деньги, или они все вместе способны решать задачи другого уровня, грубо говоря, в горизонте год, условно выражаясь, вот, ну и все, он говорит, ну, не знаю, не знаю, слушайте, да, действительно интересный вопрос, так вот, лучшая ответственность для человека, передавать ему ответственность за других людей, за их развитие, вот, можно сказать, под конем, с одной стороны, а с другой стороны, это правда, вот, и когда ты развиваешь других, у тебя столько ответственности появляется, это просто не передать словами за то, что ты делаешь, у тебя сразу же мир меняется, знаете, есть там поговорка, что, когда человек обучает кого-то, больше всего развивается кто? не тот, кого обучает, а тот, кто обучает, потому что для того, чтобы подготовить материал, понять, что, да, неважно, это просто обучение, или это on job education, так называемое, обучение на рабочем месте, слушайте, это требует другого подхода, и поверьте, это неимоверно другой уровень, вот у нас, знаете, сейчас расскажу про наши профильные департаменты, некоторые умудряются хорошо развивать своих, читают там свои часы управления, да, там, с гембами выходят, там, все это смотрят, ну, рассказывают, а кто-то, слушайте, да просто ставит задачи, еще не развивающие, ну, то, что я вам говорил, такие, да, ну, вот это весь их бизнес, что называется, что у них будет с системой, да ничего не будет, вот, и наоборот, то, что тот, кто будет по-другому себя вести, он будет все это смотреть, в общем, поэтому давайте просто запомним развитие других, я это отношу. Четвертое, мощнейший инструмент развития, я считаю, я это называю, покажи как, вот всегда говорю, вот, я всегда всем говорю, не надо ругать за невыполнение задачи, критика и похвала, это такой вопрос, я его постараюсь обсудить сегодня, да, если мне время хватит, но, в целом, я больше зато говорю, расскажи, как сделать, вот, лучший тип развития, это сотруднику показать, как сделать, да, вот, допустим, я вот часто, знаете, то, что со мной работает, я люблю вопросные технологии, то есть, я считаю, что это самый такой правильный формат вообще, ну, работы по развитию, потому что это все-таки позволяет сотруднику самому принимать решения развиваться, задумываться, да, но с подсказки, грубо говоря, вот, я это отдельно не считаю пунктом развития вот этих всех собеседований, я, как бы, сейчас в контексте показать как, то есть, это ты косвенно должен показать, сделать, но ты должен вместе с сотрудниками к этому прийти, да, вот, смотрите, давайте пример приведем, чтобы нам было интересно, ну, работу, давайте кого рассмотрим, давайте маркетолога, да, к примеру, мы говорим, слушай, мы тебя ждем такого-то, такого-то результата, если задача амбициозная, да, это, я, как мы уже обсуждали, это первая задача, и это разовьет его, но какова вероятность, что он ее сделает? Хорошо, да, то есть, какова вероятность, ведь есть вероятность, что если вы пока начинающий управленец или неопытный, вы дали изначально задачу, которая, ну, не осуществится, грубо говоря, вот, и функция в этом случае развития будет отрицательная, потому что все знают, ничто так не демотивирует, как 3-4 подряд отрицательных результатов, я даже в одном из городов недавно открывались, я говорю, ребята, давайте сделаем меньше комиссию на старте, потому что, представляете, говорю, новичок заходит, вот он раз, два, три, пусть даже комиссия будет 6 тысяч рублей, серьезно, мы недавно на полном серьезе внутри обсуждали, пойти там в убытки большие в начале, но, допустим, разрешить работу за 6 тысяч рублей для того, чтобы люди, ну, просто очередь у них была, да, и они получали вот эту положительную динамику и оценку, ну, грубо говоря, вот, и это еще психология до конца неизвестна, что лучше, то есть, пример там, к примеру, ну, ладно, не будем про это, то есть, тут есть нюансы, в общем, коллеги, здесь вот это главное запомнить, там, проанализировать в этом аспекте, и все-таки, когда вот мы пробуем вот эти процессы, они происходят по-другому, да, так, дальше, пятый, мощнейший, просто времени мало, вынужден сокращаться, чуть не подрочитал сейчас на время, хочется все рассказать, значит, пятый, да, все-таки вернусь еще, давайте чуть-чуть добавлю, структура вот этого, показать, что нужно делать, это очень важно, да, это сложно, это нужно самоусуждать, но это развивает, то есть, это развивает, поэтому я про себя скажу, я когда вижу, что сотрудника что-то не получается, я всегда беру задачу и рассказываю ему, как ее нужно сделать, все, и прямо могу на это потратить много времени, у нас иногда встреча может 40 минут продолжаться, мы вместе делаем то, что он должен был сделать, я ему показываю как, я всегда показываю, какие он ошибки совершил, да, кто со мной близко работает, знает, я критикую часто, но критикую по делу, безэмоционально, то есть, говорю, ребята, я считаю, ты должен был сделать где-то, это и это, я тебя ждал того, того и того, ты мог получить такой, такой и результат, у тебя ошибка была в том-то, в том-то и том-то, это правильно, это нормально, это развивает, значит, бойтесь сотрудников, которые не критикуют своих подопечных, это страшные люди, это конформисты, то есть, это люди, которые никого не разовьют, не сделают людей лучше и наоборот, не так критично смотрите на тех, кто указывает ошибки, дает обратную связь объективную, конечно, надо на эмоции не переходить, но тем не менее, могу, пример, вот даже я ошибаюсь неправильно, сейчас вот Нина Павловна, да, там немножко недоволен и как бы я считаю, ну как бы сверх нормы перекритиковал ее, да, тем более публично, конечно, это неправильно, это недопустимо, вот, но суть, она на самом деле такая здравая, да, что надо все-таки всегда говорить, когда что-то не то и не так, это я считаю нормально, вот, в общем, здесь коллеги разобрались, и это тоже развитие, вот это и есть развитие людей, да, просто, знаете, с кандидатами общаюсь, я говорю, как вы, расскажите, как вы развивали сотрудников на предыдущем месте работы, они, знаете, мне еще все как под копирку говорят, книжные клубы, конференции, тренинги туда-сюда, я говорю, ребята, это не развитие, это времяпрепровождение, вот, а развитие это другое, все, значит, пятый мощный инструмент развития, с моей точки зрения, значит, это, как ни странно, совместное целеполагание, вот так скажу, это не задача, вы знаете, попытаюсь даже объяснить, почему я считаю, что это так, задача это вопрос, наверное, операционного менеджмента тактического, целеполагание это глобальный вопрос мыслов, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, как ты это делаешь, это важно делать в диалоге, вот у меня есть очень большие сессии, когда я вместе с человеком, это может продолжаться час и даже два часа, мы договариваемся, что мы делаем и зачем, для чего, что это даст компании, что это даст ему, вчера у меня был диалог с одними сотрудников, значит, я ему, мы его мне там обсуждали, я ему говорю, слушай, давай вместе поговорим, зачем нам это надо, да, я говорю, давай я тебе честно расскажу, зачем мне это надо, то есть зачем я тебя прошу вот это, и знаете, все рассказал, мне ушло на 30 минут, теперь я говорю, давай мне расскажи, зачем тебе это надо, и, знаете, когда он мне рассказал, у меня душа в пятки ушла, потому что он с таким целеполаганием, с таким смыслом этого целеполагания, я уверен, ничего не сделает. А если сделает, мне ничего этого не даст. Мы с ним в деталях разобрали. Я, к сожалению, не могу говорить, потому что у нас там еще переговоры идут. Жаль, конечно. Но я так в общих чертах. Ладно, я ему рассказал, что тебе даст эта должность, если ты будешь делать, какие ты будешь задачи решать, как ты разовьешься, почему ты станешь сильней, как это повлияет на другую твою жизнь, потому что работа – это продолжение личности. Коллеги, давайте не питать иллюзий. Развивая человека на работе, мы развиваем его как личность. И это, если время останется, я про это поговорю обязательно. То есть и люди должны это ценить, потому что много фильмов есть различных, про тренировок, которые реально достигают результата. Они все, знаете, не такие, не лапочки-дочки, что называется. То есть они такие про стремление, про такую, знаете, энергию, про одержимость, да, да, кстати, фильм есть такой одержимость. Вот, то есть они вот про это, наверное. И, наверное, глобально люди, наверное, хотят видеть таких тренеров, да. То есть если я сейчас о тренере заговорил и сравнил бы управленца с тренером, то, наверное, я бы там, ну, несколько аналогий сразу же привел. Первое – какая главная особенность тренера? Ему не нужно делать хорошо самому. Многие великие футбольные тренера в футбол играть не имеют, не пинают плохо мяч, вот, но создают великие команды, да. Точно так же, мне кажется, и в бизнесе, что не обязательно самим быть вот гениальным исполнителем, да, можно сделать плеяду гениальных управленцев у себя, если уметь вот развить вот эти качества, это очень важно. Вот, дальше. Вот это в моем понимании и есть развитие людей, да. То есть теперь далее. Что сложно в этом плане? Теперь немного давайте еще вниз проваливаемся. Ну, первое – это финансовая составляющая. Да, все-таки мы про бизнес, про какие-то процессы. И финансовая составляющая – это очень, ну, мне кажется, важный аспект. Так вот, развитие – это всегда, а, сейчас многие удивятся, но это правда, дешево. Да, то есть развитие – это всегда дешево. Но развитие – это всегда наукоемкий труд. Вот сейчас вот кто внимательно меня слушал, вот, вы думаете, вот эти пять пунктов стоят денег? Нет, грубо говоря, нет. А сколько стоят тренинги? Иногда вам надо платить, там, там, тренера сейчас есть такие, миллион в день. Говорит, у меня таксу – миллион в день. Вот, ну, да. Я говорю, слушайте, а этот миллион можно потратить на сильного управленца, ну, там, по 200 тысяч, допустим. Ну, неважно, какой город, там, где-то плюс-минус, да. Так он так отработает на проекте, так разовьет людей, ну, конкретно, понимаете. И, кстати, вот, чтобы все знали, в Америке, в Азии нет такого распространения, как у нас, такого крена в сторону конференций, тренингов, да. Они все развиваются на рабочем месте. У них скрупулезно, есть карты развития каждого сотрудника, да. У них ИПР есть каждого сотрудника. У них вот эти, что я сегодня рассказываю, разбиты на матрицы ответственности. Кто за что отвечает, какой уровень. Все это в структуре. Постоянно полный цикл осуществляется ассессмент персонала. То есть мы можем оценить еще уровень развития. И это правильно абсолютно, коллеги, я с этим полностью согласен. Я считаю, что это абсолютно какой-то верный процесс. Вот, переходим дальше. Как у себя создать систему? Давайте осталось мало времени, да. И есть ли смысл в целом компании, грубо говоря, вообще вот это все затевать? Да. Да, еще раз да. Знаете, когда... А, я про финансы не закончил. Так вот, это все дешево, но это не дешево в организации. Значит, люди, которые имеют эти компетенции, они всегда дорогие. И ими всегда, коллеги, очень сложно управлять. Значит, настоящая звезда, которая глубоко все понимает, она и в себе требует тоже развития. Понимаете? То есть, если вы не будете развивать своих людей, которые могут развивать других, они от вас будут уходить. Это я прямо говорю. То есть, мы все равно все упремся в вот эту компетенцию первого лица, да. И мне тут недавно... Все знают мою любимую поговорку. Бойтесь, не надо бояться развивать людей, что они уйдут. Бойтесь, что вы не будете их развивать, они останутся, да. Вот. Я с этим со все 100% согласен. Но еще больше бойтесь, что вы сами перестанете развиваться. Вот этого нужно бояться еще в 10 раз больше, да. Вот. Я на эту тему много говорить не буду. Все знают, я специально читал развитие управления для вас, для всех пытался донести. Я дальше хотел... Теперь от финанса подходим. То есть, там длинный цикл просто инвестирования. Он больше связан с наймом людей, таких компетенций. Прямое требование этой компетенции. Недавно делал аудит одного из городов, значит, и я поставил городу двойку только за один параметр. Потому что я шесть управленцев опросил, и шесть... У шести управленцев я поставил двойку за функцию развития других людей. Двойку. Я сказал этому городу, ребята, вы... Ну, все знают, я говорю прямо всегда. Вы никакие управленцы. Вот. И либо вы меняетесь, либо там... В общем, вот. Вот, значит, и я считаю, что это честно. Это лучше, чем я бы приехал и промолчал бы. Да, пусть это там франчайзи, да. То есть, я считаю, что это честно. Мне сказать, показать им, посвятить, показать. Я прямо директора взял с директором, вот так всех провел. Прямо показал технологию анализа, там, это сделал. Директор сказал, будем меняться. Мне пообещал, кстати, надо проверить. Вот, значит, дальше. Как создать эту систему, да? Почему это важно? Сразу скажу, коллеги, не расстраивайтесь, если у кого-то нет системы. И кто меня слушает, там, сейчас по видео, скорее всего, эту лекцию публично сделаю. До этого доходят руки в последнюю очередь. Почему? Я вам расскажу. Потому что это все очень важно, но очень несрочно. Да? Все знают, там, у Черчилля, у кого там четыре было. А я еще третью всегда добавляю. Очень несрочно. Еще есть крайняя степень, да? А там, действительно, самые ценные вещи происходят. Вот как раз там эта функция развития будет, потому что, слушайте, да перестаньте развиваться, да вы год будете нормально работать все. Ну, город будет, да? Да? А вот когда мы говорим о длинных циклах, и вы хотите в длинную, в горизонте 10 лет иметь большой системный бизнес, вот тогда надо сейчас начинать уже в этот план инвестировать. И по-другому всю компанию перестраивать и смотреть. Дальше. Несколько еще положительных моментов развития. Хотел бы продавать идею так тщательно. Значит, первое. Только развитие даст вам инновационность долгосрочную. Потому что, смотрите, инерционность дикая у бизнеса. Коллеги, знаете, она дикая. Значит, у нас инерция. Знаете, я для себя недавно рисовал. Давайте я порисую тоже. Так, инерцирация. Значит, смотрите, вот. Ну, давайте вот так вот сделаем. Значит, графа, да, у нас. Вот, значит, ресурсы. Простой достаточно график будет, да, результат. Значит, первое время в любом процессе ресурсы гарантированно дают повышение результата. Да, увеличение ресурсов. То есть, чем больше ресурсов, тем больше результата. А знаете, что дальше в себя будет происходить? Всегда вот так потом начинается. С полошняком. И знаете, в чем весь ужас? Вот ужас в том, что вот эти циклы год где-то. Год, ну, полтора года. То есть, потом вы давите сюда уже ресурсы, а результата уже нет. Да, у вас все то же самое. Вы вроде в рекламу те же деньги вкладываете, да. Вы вроде нанимаете сильных сотрудников. Вот. Вы вроде там даже круче мебель теперь покупаете, да. Там теперь у вас все там красиво, е-мое, что называется. Вот. А ужас в том. И одновременно это же и прекрасно, да. Что, а прибыль находится где-то вот на этих уровнях примерно. То есть, она такая, прибыль весь жесткая, она же конкуренция, она требует всегда более эффективного использования ресурсов, да. Если здесь у вас была, вы хорошо росли, и у вас была чистая прибыль, да, то вот в какой-то момент вы будете терять. Вот в этой инновационности вы будете все так же тратить ресурсы, но прибыль будет оставаться без вас. Вот эта часть, вот эта исключительно зона развития, я ответственно заявляю, оно коррелирует только с тем, какая у вас система развития в компании. Но это летние циклы, это годовые циклы, это 2, 3, 5 лет, да. В результате некоторые города в какой-то цикл вот в эту зону попадают неразвития, падают финрезы, моржа. А в основе это же то, что мы где-то перестали развивать систему и людей в системе. Дальше. Заключение, да, у нас дело к концу подхода. Несколько слов про текучесть. Мы очень много изучаем текучесть, да, и во всех разрезах, почему она происходит, что это за явление природы. Вы знаете, реально в основе текучести всегда идет недостаток функции развития. Любое профессиональное выгорание, это, грубо говоря, переворачиваясь, сотрудник говорит, я больше не развиваюсь. Значит, любое говорение о том, что мне теперь здесь неинтересно, он по-другому говорит, я теперь здесь не чувствую развития. То есть он говорит это, каждый говорит это своими словами. Следующий, третий по поливаренности акцент. Мне теперь платят мало денег. Он говорит, я выполняю такую работу, которая, ну у меня компетенции хватает только на это. Я хочу выполнять другую, более высокооплачиваемую работу. Я хочу развития. Да, это тоже важно понимать. Вот, и следующая причина еще текучести, которая часто говорит, у других лучше. Это значит, у других я буду развиваться, делать другую работу, получать больше денег. Вот, и заключение, вот у меня сегодняшняя тема была. Хотел еще такой блок осветить, большой, и мне кажется, он очень важный. Когда развился человек, всегда нужно уметь менять ему мотивацию. То есть у нас есть случаи, когда люди в доходах увеличиваются там десятки раз. Я считаю, что это очень важно. Я всегда всем говорю, и я реально так говорю. Если ты считаешь, что ты стоишь больше денег, приди поговорим. Давай пообсуждаем. И всем давно директорам дал полномочия решать любые вопросы по зарплатам. Считайте сотрудник лучше, развился, больше создает ценности компании. Дайте ему другой мотивационный менеджмент, обязательно это сделайте. Со мной ничего не надо согласовывать. Вот, всегда все кучу одинаково. Часто что вижу другое. Бывает, развивают сотрудников, все правильно делают, а денег, хотел сказать слово, зажимают. Такое культурное слово. Слово зажимают. Ну, не отдают, наверное, как-то, не знаю, что правильно сказать. В общем, несоразмерно определяют финансирование успехов, так это назовем. Вот, и это тоже важная функция управленца, я считаю. То есть экономят. О, правильно, правильно, экономят. Вот, значит, и поэтому здесь мы, вот, понимаете, в целом, вот этот весь комплекс взаимосвязи, коллеги, давайте сейчас, наверное, будем двигаться к концу уже, да. Что хотел всем пожелать? Как теперь это традиционно в конце, как перевести все это в практику, да, в такую голимую практику? Значит, первое. Нужно обязательно себе завести совещание по развитию сотрудников? Обязательно. То есть оно обязательно должно быть. Этой функцией нужно управлять. Эта функция должна жить в каждом департаменте. На каждом отчете у вас они там рассказывают про цифры, там, про планы, про клиента, про бизнес, про бизнес-модели. Все, пять минут. Расскажите, как развиваете сотрудников? Что делаете? Чего достигли? Как это подкреплено результатами? Второе. Всегда умейте делать взаимосвязь. Развитие, результат. Значит, если мы не умеем оценивать развитие, скорее всего, мы хорошо его делать не сможем. Вот смотрите, развитие, рост производительности, улучшение чего-то. Креди, это очень важно. Людей тоже учите, потому что, если этот фокус вниманию уделять, оно не будет. Дальше. Любое развитие должно подкрепляться какими-то преимуществами. Человек развился, он должен понимать, у него карьерные перспективы, у него больше денег, у него более ответственные задачи, у него больше полномочий, у него больше, скажем так, ну уровень совещаний, так условно назовем, да, он на больше совещаний ходит. У него, ему дают интересные проекты, он понимаете, чувствует, что вот все, вот понимаете, отсутствие развития без подкрепления какими-то, это смерть, это хуже. Вот, это просто недопустимо. Вот, дальше, в практическом русле, что надо обязательно делать? У нас есть в компании проект «Золотой кадровый фонд», кадровый резерв, всегда это используйте, на любую должность, должен быть кадровый резерв, заранее людей инвестируйте, смотрите, подтягивайте в задачах интересных, да. Я вот, там, знаю, да, что недавно, там, пять проектов раздал, говорю, у меня принципиальное пожелание, все пять проектов раздайте, минус четыре от меня. То есть, проекты были минус два, ну так примерно, да, по уровню, я их всех отдал минус четырех. Говорю, давайте лучших минус четырех, минус три мы и так подключаем, более-менее, минус четырех, говорю, я их вообще не вижу. Давайте минус четырех, когда у проекты, там, с хорошими бонусными мотивациями, все, люди это будут, потому что они вот доказали, да. Вот, это условное понимание от каждого уровня, где-то это минус один, там, надо уметь минус два, минус три давать, где-то свои надо давать, то есть, это постоянно надо уметь развивать и смотреть. И вот тогда вот эта функция вся работает. Дальше, очень важно, все это представить системе, то есть, я верю в планирование, но не финансовое, я считаю, что это такая, ну, ерунда финансовая, ну, не то, что ерунда, неправильное слово. Ну, как бы, в наших сегодняшних условиях, ну, согласитесь, финансовых планов почти там нет, но органическое развитие, вот тут мы с природой склонны, да, его нужно понимать, что как мы хотим, кого хотим развивать, как, как в целом мы это видим, мы, кто, к нам люди пришли, они через два года такие же, или к нам люди пришли, вы знаете, если, давайте, я раз, я футболист, профутбольные команды, вы знаете, есть футбольные, футбольные команды, они всегда берут, там, средних футболистов, и у них суперзвезды, там, вот, Бенфика, ну, так, кому интересно, вот, ЦСКА, яркий пример, при этом, в российском футболе, да, можно готовых покупать, можно развивать до другого уровня, вот, там, сейчас, вот, мне кажется, Крылья Советов, да, Самарский, там, пример положительный, такой, прияда талантов, вот, то есть, я к чему все это клоню, к тому, что, вот, мы с вами должны быть такими же суперталантами, но, не как те команды, которые потомок дают всех, а они должны быть у нас, достигать результат, и вместе создавать, вот, эту мощь организации, вот, это, я думаю, вот, верно, правильно, вот, поэтому, большая просьба, надеюсь, что сегодня, Аякс тоже самое согласен, да, раньше, может, сейчас тоже, поэтому, коллеги, давайте, вопрос, видите, важный, он долгосрочный, сейчас мы видим, рынок восстанавливается, ну, по крайней мере, рынок недвижимости очень сильно, мы видим, как мы шикарно закрываем август, мне, если кто-то, слушайте, в мае сказал, в апреле, что мы так закроем август, я в жизни не поверил, то есть, у нас, по предварительным данным, будет выручка больше, чем выручка август прошлого года, мне кажется, это пятерка, твердая, что называется, вот, так что, всем хорошего дня, большое спасибо за внимание на сегодняшний день. Спасибо.